Что такое брак? Если мы говорим о неимущественных, то это вопрос о детях. Если мы говорим об имуществе, то это вопрос о недвижимости и движимом имуществе. А главное в этом – это равноправный союз. Поэтому, если вдруг вы заключаете брак, вы должны понимать, что как мужчина, так и женщина имеют равные права. Признаются ли Нике законным браком на территории Кыргызской республики? В соответствии со статьей 1 Семейного кодекса Кыргызской республики, какие-либо религиозные обряды, традиции не порождают реальных брачных правоотношений. Именно поэтому Нике не считается официальным браком, зарегистрированным в полномоченном органе ЗАГСа. В связи с этим не порождают личных неимущественных и имущественные правоотношения. Кроме этого, вам необходимо помнить, что если мы говорим о Нике, то это в принципе тоже создание семьи, как и брак, который основной целью несет создание семьи. Однако, если вы заключили Нике и не заключили зарегистрированный брак, у вас возникнут соответствующие последствия. А именно, к примеру, вы не сможете наследовать данную долю в случае смерти вашего супруга. Это первое. Либо вы не сможете разделить имущество, если в период вашего сожительства, в рамках Нике, вы что-то наживете, купите квартиру или машину. Поэтому такие риски, как неимущественного, так и имущественного характера, несет в себе религиозный брак Нике. С какого возраста можно заключать брак? Имеется ли разница между брачным возрастом мужчины и женщины? Наше государство говорит о равноправии мужчины и женщины. Поэтому, если мы говорим с вами о возрасте, то как для мужчины, так и для женщины установлен возраст 18 лет. Но бывают определенные исключения из этих правил. Поэтому законодатель говорит о том, что можно снизить порог до 17 лет, но не более. Если мы говорим о пороге в 17 лет, то мы должны понимать, что, чтобы получить эти 17 лет, нам необходимо обратиться в уполномоченный орган социального управления Крымской Республики, который должен сделать соответствующее заключение, на основании которого вам снизит возраст по вступлению в брак. Обычно этим основанием является беременность. Семейным кодексом Крымской Республики предусмотрено несколько оснований, которые не дают возможности по вступлению в брак. Таким основанием может являться брак между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, соответственно. Брак между усыновителем и усыновляемыми. В том числе браки, в которых одно из лиц признано недееспособным по решению суда. Как вы считаете, стоит ли заключать брачный контракт? Брачный контракт в целом является возможностью установить естественное правоотношение между супругами. При этом необходимо помнить, что брачный контракт можно заключить как во время брака, так и до заключения брака. Вы можете определить, каким образом будет делиться имущество, либо каким образом мы будем определять за супругом или за супругой движимое и недвижимое имущество. При этом важным фактором является, что в брачный контракт никогда невозможно включать условия по неимущественным правоотношениям. Простым языком это вопрос о детях, вопрос об алиментах. Мы не можем говорить о том, с кем останется ребенок в случае расторжения брака. Только касательно вашего движимого и недвижимого имущества. Многим такой брачный контракт помогает. Например, избежать возможности какого-либо раздела имущества, если ваш бизнес стоит под риском, либо вы занимаетесь продажей, перепродажей квартир или машин. Представьте, если брак расторгается, у вас нет брачного договора, супруга или супруг просто наложит арест на все имущество, хотя фактически это был бизнес по продаже, перепродаже недвижимости или движимого имущества. А вот заключать ли такой брачный договор, это уже вопрос к телезрителю. В случае отсутствия брачного договора, несут ли супруги имущественную ответственность по обязательствам друг друга перед третьими лицами? В недавней практике наших юристов появилась такая возможность и родилась такая тактика, как взыскание долга с общего совместного имущества супругов. Как же это делается? Например, мы узнаем, что фактически брак зарегистрирован до получения долга со стороны супруга. При этом мы понимаем, что на супруге-должнике не имеется никакого имущества. Однако на его супруге есть зарегистрированная квартира. В этом случае взыскатель имеет право обратить взыскание на долю в этом имуществе. А эта доля, по правилам Семейного кодекса, ровно половина от этой квартиры. Могут ли граждане Кыргызской республики заключить брак на территории другого государства? Для того, чтобы зарегистрировать брак на территории иностранного государства, двум нашим гражданам необходимо обратиться в соответствующее консульство на территории этого иностранного государства. В целом, в нашем понимании, данный брак называется консульским браком, так как консульство наденено всеми полномочиями органов актов гражданского состояния. В этом случае вам выдадут, в принципе, такое же свидетельство о заключении брака. И данный брак будет признаваться как на территории Кыргызской республики, так и на территории той страны, где вы заключаете брак. При этом помните, что если вы заключили брак на территории иностранного государства, то вопрос при расторжении брака, в принципе, решается таким же образом, как бы он решался, если бы брак регистрировался на территории Кыргызской республики. Могут ли иностранные граждане заключить брак на территории Кыргызской Республики? Так же, как наши граждане Кыргызской Республики могут регистрировать консульские браки на территории иностранных государств, таким же образом, если это два иностранца, проживающих постоянно на территории Кыргызской Республики, они имеют полное право зарегистрировать брак в своем консульстве, либо зарегистрировать брак на территории Кыргызской Республики. В этом случае данный брак будет признаваться как на территории Крыгской республики, так и за ее пределами. Заключая брак, подумайте несколько раз, так как это должно быть на всю жизнь. Если же главной целью брака является создание семьи, то помните, при отсутствии такой цели, такой брак фиктивный. С вами был я, Рустам Друфов, в программе «Человек и право». Продолжение следует...